Кресты. Место довольно мрачное и легендарное. Шутка ли? По сути, эти казематы стали одним из самых знаковых мест сталинского гулага. Сейчас и времена другие. Кресты стараются быть максимально открытыми. Здесь проходят конкурсы, фестивали, самодеятельные песни среди арестантов и много другого увлекательного и интересного. У нас проводятся различные направления конкурса, не только изобразительного искусства. Поэтому в любом направлении, будь то музыкальные, песенные, сейчас год театра, у нас ставят театральные постановки. То есть талантливые, конечно, и сегодня мы можем это наблюдать. Воспитательная работа среди осужденных – дело исключительно важное и социально востребованное. В самом деле, как человеку, попавшему в скверную компанию и зависимость от алкоголя или психотропных веществ, вырваться из порочного круга? Как преодолеть влияние плохого окружения? Поэтому первое, да, что если человек приходит к выводу, что ему нужно прекращать употреблять, да, или кто-то настаивает из ближнего окружения, то первое, что нужно, это выйти из этого сообщества. А второе, да, значит, у нас есть много программ лечения, реабилитации, но весь смысл заключается в том, что данная проблема не решается медикаментозными средствами. То есть основная задача здесь – научить жить человека без наркотиков. Профессиональным художникам, которые составили жюри конкурса, было интересно оценивать работы осужденных. «Русская земля» по-прежнему чрезвычайно богата талантами. А вот бы только эти таланты еще и направить в правильное русло. В принципе, тема, которая задана, она здесь полностью на выставке отражена, раскрыта со всех сторон практически, и с серьезностью, и с поэзией, и с юмором где-то там есть работы. Взыскательное жюри присудило победу портрету Василия Шукшина. Но в этом случае важна не победа, а участие. Михаил Богданов, Степан Львов. Новости ТБН.